Дорогие друзья, я всех приветствую на своем канале, всех приветствую в Канаде. Сегодня поговорим про шапки, какие шапки носят в Канаде. И я нахожусь сейчас в пригороде Торонто, город Берлингтон, в шоппинг-центре. И вот зашла в магазин, в котором я, кстати, снимала вам, помните, про канадские куртки и канадские пуховики. И вот сегодня я в этом же магазине снимаю вам шапки, показываю, какие шапки носят в Канаде. И в конце видео я вам их попримеряю. Значит, первая шапка – это компания Columbia или Columbia, зависит от того, кто как произносит. И, как вы видите, здесь даже есть надпись на русском языке, в ней есть размер, нулевой или small, S – это small. И она вся полностью состоит из синтетики, и стоит она 45 долларов, что я считаю довольно дорого для синтетической шапки. Но поскольку это дорогая компания, то цена в основном за имя. Следующая шапочка очень симпатичная, мне она очень понравилась. Красивый такой вязкий, рельефный, очень симпатичная. И видите, внутри, так же, как и в первой шапке, в этой тоже, во многих шапках пришится такая фланелевая как бы прокладка. Вот именно там, где уши. Это шапка, которая сделана в Канаде, единственная, по-моему, из всех. Ну, вы знаете, на некоторых было очень трудно найти этикетку, и я не уверена. Но это была шапка, сделанная в Канаде, и стоила она 28 или 29 долларов, по-моему, я точно не вижу. Вот. Это не очень дорого, но, видимо, тоже потому что синтетика. Следующая шапочка очень симпатичная. Это компания The North Face. Это тоже довольно дорогая компания, довольно известная. Очень тоже красивая рельефная вязка. Стоит она 39,99. Искусственный помпон. Сделан не из натурального меха, сделана в Индонезии. Ну, как бы, да, что тут скажешь. Компания The North Face – это американская компания, не канадская. Вот. И по поводу помпонов. Они, как правило, сейчас все у нас искусственные. Вот, как вы видите, это тоже шапка The North Face. Тоже рельефная такая вязка, резинка симпатичная. Но вот помпон обязательно, как правило, вернее, сделан из искусственного меха. При том, что капюшоны из натурального, а торочка на капюшоне делается из натурального меха. Но вот на шапках как-то не очень это распространяется. Это шапочка компании Buff. Это бренд, который американский и канадский. Есть он в Америке и есть в Канаде. И вы видели, там было написано на ней one size. Некоторые шапки имеют размер, некоторые нет. Некоторые вот one size, то есть это один размер для всех. А некоторые вот идут по размерам. Тоже пришита вот эта фланелевая прокладка. Я не знаю, второй слой, как это называется. Очень мягко и очень приятно. Я вам хочу сказать, что это делается для того, чтобы ветер не задувал, вот когда вы идете в шапки. Все-таки вязаные шапки, они имеют какие-то отверстия, дырочки такие. А вот эта вот подкладка пришивается именно там, где уши, потому что уши сильнее всего мерзнут, чтобы в целях утепления. Но не все шапки имеют эти подкладки. Некоторые, вот, например, как эта, тоже компания The North Face, они не имеют этого дополнительного второго слоя. Кстати, я видела шапки, здесь не видела, но когда-то я видела шапки, которые полностью... 35 долларов она стоит эта шапочка, которая имеет полностью подкладку. То есть вся шапка имеет подкладку, а не только вот эта вот такая полоска. Очень яркая оранжевая шапочка компания Bauer. Шапочка тоже, видите, она состоит из одного слоя, нету второго слоя, нету вот этой вот прокладки. Очень яркая, очень такой прямый вырви глаз цвет. Ну, в принципе, это, в общем, можно понять. Стоит она 40 долларов, 39,99. Яркие шапки вообще довольно часто носят в Канаде, именно потому, что куртки, как правило, пальто темные, такие синие, черные, а тогда уже шапочка яркая. Вот еще одна яркая шапка. Вы не поверите, здесь такие цвета, вот, флоресцентные вот этих вот шапок. Значит, это компания Carhartt. Стала она очень популярна сравнительно недавно. И можете представить, это американская компания, которая была основана в 1889 году. И начали они из того, что они стали производить одежду для униформы, рабочую униформу. Очень такие комфортные, удобные куртки, одежда для строительства, для людей, которые работают на улице, для трак-драйверов, для тех, кто строит дороги, строит дома. Для того, чтобы им на улице было не холодно работать, удобно, комфортно, и при этом, ну, не очень дорого. В общем, чтобы это была вот такая вот простая одежда для людей, для рабочих. И в том числе шапки, конечно, перчатки. Вот все это они делают. Вот, и через какое-то время эта компания, вот уже где-то, по-моему, лет 10, как стала вдруг ужасно популярна. Из компании, которая производит рабочую одежду, она превратилась в компанию, которая производит одежду для всех. То есть очень популярны были куртки, их они довольно дорогие. Популярны их брюки. Вот, но, опять же, эта одежда такая для, не на выход, не фэнси, что называется, а очень простая, практичная одежда, но очень качественная, очень теплая. И вот очень популярна среди молодежи. Мой сын очень любит эту компанию, носит их шапки, носит их куртки, рубашки. В общем, отдавая предпочтение, удобству, комфорту, теплу. И как бы тому, что это вот, в принципе, производится одежда для рабочих. То есть как бы она очень-очень надежная такая. Эта шапочка, я не поняла ее название. Но она тоже вся из синтетики сделана, хотя на вид очень симпатичный. Вот эта смешная компания, смешное название, смешная какая-то вот у них эмблема. Вот эта с петухом. Она розигнул или розигнул, я не знаю точно, как она произносится. 40 долларов она стоит, эта шапочка. Вот видите, цена. Несколько было цветов их. Такие вот, такая синяя. Еще была, по-моему, какая-то коричневая. Тоже такая светлая коричневая компания The North Face. Вот тоже вот с такой вот подкладкой внизу, внутри. Видите, The North Face производит шапки. Вот есть эмблема такая просто нашитая, квадратная. А есть вот такая вот вышивка. Кстати, на их куртках тоже самое. Сколько она стоит? По-моему, 29,99. Рядом висит коричневая шапочка Columbia. И рядом висит коричневая же шапка Nike. Тоже все знают это название. Все знают этот спортивный бренд. И, конечно же, они производят и куртки, и шапки. Сколько она стоит? 35 долларов. В принципе, не очень дорого. Но, опять же, это все синтетика. Что у нас дальше? Вот тоже шапка с петухом, только другого цвета. Вот очень смешные шапочки. Немножко детские такие. Как здесь-то называется tribal, или этническая такая шапка компании Autumn. Ну, малоизвестная компания. Я, честно говоря, мало про нее слышала. Более известные шапки North Face или Columbia. И следующая шапка – это компания Hershel. С трудом произношу ее название. Тоже мой сын обожает эти шапки. Я от него узнала о том, что это канадская компания. Оригинально она была основана в Ванкувере, в Британской Колумбии. И я не знаю, где они производятся. Наверное, не в Канаде. Хотя, трудно сказать, в общем, сколько она стоит. По-моему, 30 долларов. Да, 30 долларов она стоит. И на нее даже есть гарантия на всю жизнь. Вы представляете? То есть вот на шапку есть пожизненная гарантия. А потом вот эта шапочка PGS серая – это французский бренд. Я, кстати, показывала, когда показывала куртки, я показывала, куртки этой компании тоже у нас продаются. Это сколько она стоит? Цену я так не нашла. Я знаю, что это французская компания. Но, видите, много всяких этикеток, много всего написано. Но толком что-то так и непонятно. Что к чему? Вот эта очень симпатичная шапочка, вязаная. Мне она очень понравилась. Кстати, это единственная шапка, которая сделана из шерсти. Вот здесь на этикетке написано, что это мерина. Это значит шерсть. И стоит она 48 долларов. Что, в принципе, для шерстяной шапки, ну, в принципе, оправданная цена. Это не очень дорогая известная компания. Поэтому, как это она называется? Эвервул или что-то такое. Поэтому она не такая дорогая, хотя и шерстяная. Вот эта шапочка интересной тоже вязки, симпатичная такая компания. Называется Sunday Afternoon, по-моему. Да, Sunday Afternoon. Что в переводе означает воскресные... Ой, как же перейти Afternoon? 35 долларов она стоит. Оп, слушайте, меня заклинило. Полдень. Воскресный полдень. О, надо же, забыла. Смешная розовая шапочка за 30 долларов с вышитыми деревьями, такими елочками. И название у нее Ten Tree. То есть, ну, в общем, что-то связанное с деревьями. Ten Tree. Наверное, 10 деревьев, может быть, это переводится. Потому что Ten это 10, а три это дерево по-английски. Но вышито показано только три дерева на шапке. Снова розовая шапочка, снова компания The North Face. Довольно дорогая, стоит она 55 долларов. Не знаю зачем, может быть, в ней какой-то получше состав, присутствует какая-то шерсть. Видите, 54,99. Видимо, есть в ней шерсть. Да, там даже написано, что она шерстяная, поэтому вот она такая дорогая, не дешевая. Симпатичный цвет такой, очень нежный, приятный. Еще одна шапочка компании Ten Tree, вот той же самой, тех же там 10 деревьев. Вот. И теперь примерки. Это я. Всем привет. Начала я с розовой шапки The North Face, которую оказалась шерстяная за 55 долларов. Очень даже неплохо выглядит она. Ну и, в общем, продолжаю примерять шапки. Все эти шапочки я вам показывала. И вот после показа, после того, как поснимала, решила вам попримерять. Я, честно говоря, шапки не очень люблю. Всегда считала, что шапки мне ужасно не идут. Но в Канаде без шапки ходить зимой, это совершенно абсолютно невозможно. В одном капюшоне не находишься, потому что все-таки он продувается. А нужно что-то, чтобы было шерстяное, теплое, чтобы прилегало к голове. И вот на самом деле, как ни странно, вот примеряя эти шапки, я когда смотрела на себя в зеркало, мне ничего не нравилось. Но глядя на видео, я понимаю, что некоторые очень даже ничего. У меня есть шапки, у меня есть шапки шерстяные, у меня есть всякие разные, из меха есть шапочки. В общем, короче, не так, чтобы мне нужно. Ну, просто раз я уже снимаю, я решила попримерять и посмотреть, какая из них лучше всего мне подходит. В принципе, они все такие, ничего. Вот. Очень модно вот эти вот шапки сейчас с названиями бренда, который такой большим таким прямоугольником пришит прямо вот на лбу, чтобы сразу вот было видно, что к чему. Вот эта шапочка мне понравилась, она очень удобная, она симпатичная, у нее симпатичная такая вязка, и она так хорошо сидит на голове, не маленькая, не большая, не испадает. Немножко мешает вот эта прищепка, на которой они, собственно говоря, висят, эти шапки, но отцепить ее абсолютно совершенно невозможно. В принципе, когда вы идете покупать, вы отнесете ее на кассу, вам ее отлепят. А так вот мне самой это было, в общем, я пыталась-пыталась, у меня не получилось, пришлось примерять вот так вот, как есть вот с этими прищепками, что немножко, конечно, портит картину, но я думаю, все-таки вы получаете представление. Ну и вот шапочка очень яркая, очень смешная вот этой компании Carhartt. Странным каким-то очень длинным, высоким таким петухом она торчит кверху, даже я аж рассмеялась прямо глядя на себя. Ну вот, дорогие друзья, это была последняя шапка, я надеюсь, что вам понравилось, было интересно. Всем привет из Канады, пока, люблю, целую, с вами была ваша Дита, бай-бай.